Очень часто возникает необходимость использовать функции, классы или какие-то переменные, которые мы объявили в одном файле, внутри другого файла или внутри интерпретатора. Для этого в языке Python есть система модулей и есть импорт. Давайте сразу попробуем заимпортировать тот код, который мы написали в предыдущем уроке. Давайте сначала оставим в нашем файлинке exceptions.py, только определение нашего собственного исключения bad name и определение нашей функции grid. Теперь давайте создадим файл, где бы мы хотели наш код переиспользовать. Для этого мы кликнем сюда правой кнопкой мыши, создадим новый Python файл и назовем его как-нибудь importLesson. И он сразу создастся с расширением .py. Теперь, внутри только что созданного файла importLesson.py, мы бы хотели использовать функцию grid из нашего файла exceptions. Для этого необходимо использовать ключевое слово import. Мы можем написать import exceptions, где exceptions это и будет наш модуль. А затем мы можем вызвать printed exceptions и функция grid у нас будет в качестве атрибута нашего модуля exceptions. Мы передадим привет никому иному, как вам, нашим дорогим студентам. Теперь давайте попробуем разобраться, что же мы сделали. Прежде всего, что такое модуль. Мы поместили некоторое определение классов и функций внутрь файла exceptions.py. Именно этот файл мы и называем модулем. Однако имя модуля — это имя файла без расширения .py, то есть имя нашего модуля — это на самом деле exceptions. Таким образом, по сути, мы можем поместить любой код внутри файла с расширением .py и затем его импортировать. Важно, однако, понимать, как происходит сам процесс импортирования. Когда мы пишем import и модуль, мы берем файл с модулем и целиком его исполняем. Те имена, которые останутся в пространстве имен, связанные с исполнением этого модуля, мы затем и сможем импортировать. То есть, когда мы в коде пишем import exceptions, то на самом деле мы берем, исполняем файл exceptions.py. Вот у нас останется два имени в глобальном namespace, если бы мы исполняли именно этот файл. Это имя нашего исключения bad name и имя нашей функции grid. Мы запоминаем эти имена и объекты, которые им соответствуют, и затем они доступны в качестве атрибутов в нашем модуле exceptions. Чтобы убедиться в том, что мы исполняем файл, когда его импортируем, давайте добавим в конец файла exceptions.py какой-нибудь символический принт. Мы добавим строку print import is execution, который говорит нам, что импорт это и есть исполнение. Таким образом, когда мы снова запустим наш файл import lessons.py, мы убедимся в том, что когда мы исполняли импорт, мы действительно запустили принт этой строки в конце данного файла. А затем мы действительно импортировали exceptions и смогли использовать функцию grid из файла exceptions и вывести значение функции grid student на экран. Конечно же, мы можем использовать импорт и в режиме работы в интерпретаторе. Давайте сначала убедимся в том, что мы находимся в нужной территории, и что здесь у нас есть файлики exceptions.py и import lesson.py. Давайте затем запустим наш интерпретатор Python 3. Мы его запустили. Давайте, собственно, напишем import exceptions. Мы увидели строку import из execution, что означает, что у нас файл exceptions.py был исполнен. Теперь мы можем обратиться к атрибутам нашего модуля exceptions. Увидеть то, что функция grid — это действительно функция. Наш класс badname — это класс с именем badname из модуля exceptions.